Строительство стационара городской больницы в стадии завершения. Работы выполнены на 90%. О том, что нового появится в сфере здравоохранения Урая, обсудим с главным врачом Уральской городской клинической больницы Юрием Сподером. Юрий Степанович, вообще, как изменится жизнь уральского здравоохранения после того, как будет введен в эксплуатацию вот этот важный социальный объект? С момента ввода объекта в эксплуатацию будут значительные улучшения в части работы персонала и условий оказания медицинской помощи как для медицинских работников, но и для пациентов, для жителей города. Основной момент, о чем говорим, что старый корпус стационара не соответствует современным условиям и требованиям для оказания необходимой медицинской помощи. В первую очередь, в части комфортности пребывания самих пациентов, и необходимых условий, комфортных, в первую очередь, оказания медицинской помощи. Мы понимаем, что у нас есть на данном этапе в старом корпусе отделение терапии, отделение хирургии, где отделение сформировано коридорного типа, где у нас санузлы, получается, на несколько палат сформированы, то здесь будут современные необходимые условия для пребывания пациентов. В каждой палате будет отдельный санузел, будут светлые, широкие, комфортные помещения для пребывания и для оказания медицинской помощи. Какие новые виды оказания услуг появятся в новом городском стационаре? Расширение каких-то дополнительных новых видов помощи, которых не проводится на данном этапе, в каком-то значительном объеме не будет. Да, мы будем привлекать, формировать дополнительные мультидисциплинарные бригады в части реабилитации, в части того. Ну, тут у нас специалисты-врачи для этого есть. Будем больше оснащаться и дополнительно обучать в части среднего медперсонала, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов и так далее. Какие-то дополнительные в части видов помощи, диагностики будут формироваться, ну, по мере этапов развития, дополнительное расширение видов помощи. Тысячи квадратных метров здания нового городского стационара. Значит ли это, что штат городской больницы будет увеличен? Весь тот же персонал в составе своем здесь и будет продолжать работу. Какого-то именно потребности в увеличении, значительного увеличения персонала в рамках организации работы в новом корпусе не потребуется. Мы на постоянной основе проводим работу в части привлечения специалистов, чтобы кадровая обеспеченность учреждения была на необходимом уровне для оказания всей необходимой им помощи. Эта работа будет продолжаться. Современное здание предусматривает и наличие современного оборудования. Появится ли таковое в нашем стационаре? Да, конечно. Новый стационар будет полностью оснащен новым современным оборудованием. Все подразделения, начиная от приемного отделения, с конечного оперблока реанимации и диагностические наши службы, будут оснащены новым оборудованием. И приобретение оборудования, и уже доставка его сюда, и проверка в части его работоспособности уже проводится. Так что эта работа ведется параллельно со строительно-монтажными работами. Но в основном сейчас уже, как вы видите, больше отделочной работы занимается. И оборудование, все, скажем так, то, которое у нас сейчас есть, которым мы пользуемся, и у которых процент износа небольшой, мы его также заберем сюда в стационар, и мы будем продолжать им пользоваться. Но у нас здесь будет новое современное оборудование, полностью необходимое для оказания всей медицинской помощи. Юрий Степанович, большое спасибо. А я напоминаю, что мы обсуждали новый стационар Уральской городской клинической больницы. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. Наши города.